Фольклористы Красной Горки впервые отправились в экспедицию в святочные дни. Зимние экспедиции намного сложнее и дороже летних. Это дорога, теплое жилье с отоплением, питание. Но в зимнее время – особенный уклад жизни, обряды, которые невозможно повторить летом. Порой героини отказывались петь песни не ко времени. Говорят, чтобы услышать зимние, нужно и приезжать зимой. Бабушки очень часто затрагивали в своих рассказах вопрос о щедрах. И увидел, знаете, такой горящий глаз детей, то есть я поняла, что нужно ехать. Нужно ехать зимой, непременно. Чтобы организовать экспедицию, педагоги и юные фольклористы Академии Красная Горка Брянского областного дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина получили президентский грант. Поддержан проект был региональным отделением Общероссийского народного фронта. Проект, он длился, да, полгода. А работа велась на протяжении 30 лет, почти 30 лет. Я хочу выразить слова благодарности Брянскому областному губернаторскому дворцу имени Юрия Гагарина, который объединил в своих стенах настоящих профессионалов, которые работают не только в своей профессиональной деятельности, но и ведут такую общественную работу. Участники экспедиции собирали материал вместе с детьми из красногорских сел. Ходили к бабушкам, чтобы слушать их песни, рассказы о зимних праздничных щедровках. Святочные мелодии легко запоминались. В эти же дни фольклористы большими компаниями ходили по домам и каледовали. Нашим энтузиастам, подрастающим поколениям, которым дана вот эта миссия, взять, что называется, из уст в уста у старейшинок, а не уходят уже, последнее, и передать своим будущим поколениям. Участники экспедиции отметили, с каким энтузиазмом местные жители встречали гостей. Просили спеть по куплету на ребенка, хозяина, хозяйку. Тогда точно у детей и родителей будет год хороший. Еще одна особенность – мальчишки и девчонки в селах ходят отдельными компаниями. Сейчас экспедиция уехала. Учителя и школьники из красногорских сел продолжают собирать фольклор. Ждут теперь единомышленников из Брянска на весенние праздники, чтобы продолжить изучение обычаев и обрядов. То есть интерес к исконным традициям сегодняшнее поколение не потеряло. Изучение, внедрение и вовлечение наших детей в те традиции, которыми богата Брянская область. Отдел фольклорная школа «Калинушка», который давно уже на протяжении 30 лет ведет эту работу, это как подведение некой работы, как итог тому, что было заложено много-много лет тому назад. Я повторяю, что Брянская область очень богата своими традициями, и наши дети изучают эти традиции, воплощают в жизнь. По материалам зимней экспедиции в село Красногорского района издано исследование. Этнографическая поездка – это еще и изучение быта, уклада жизни, костюмов, конечно, песен, стихотворений, речитативов. Изучают весь пласт фольклорного материала. На основании экспедиции в село нашей области фольклористы пишут научные работы. Издают многотомные труды. Специалисты из Красной Горки хотят вернуть огромный культурный пласт на родную почву, сделать его интересным юным жителем брянских сел. Наталья Будник, Алексей Рязанцев, События. Брянск. Корректор А.Кулакова